Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1044. События дня. Откровение 22.12. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Вот сколько мест Писания. Вот один, два, три, четыре. Которые говорят, что Господь грядет скоро. Ну, наше объявление. Прочитайте. 1 Иоанна 4.5. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их». Титул 2.12. «Научающие нас, чтобы мы отвергнув нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Кристина. Город Москва. Игнатий Тихонович, мир вам, я очень виноват перед вами. Дело происходило два года назад, в 2016 году летом. Я вам звонила на мобильный телефон, нахамила лично вам, не зирая на возраст, и еще мерзости о святом крещении наговорила. Пьяная была. А вот два с лишним года на мне этот груз. Долго не решалось вам написать. Сейчас спешу, от слез не вижу букву. Смотрю ваши ролики. От того, что по ночам смотрю, сосуды в глазах полопались. На работе интернета нет. Простите меня ради Христа. «Что мне сделать для вас во искупление сотворенного мной два года назад? Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович». Сегодня я разговаривал там на ролик, насчитывал. Я это уже насчитывал. Ну, не все, немножко. Отвечаю. «Ничего этого не знаю и не помню, и прощать мне нечего. Живите с Господом нашим Иисусом Христом и трудитесь во славу Его. Труд и молитва». Молитва и труд. Вот ролик был такой, Экклесиаст, 7 глава, 28 стих. Это название ролика. Он еще не говорит, и посещение нет. А можно было бы так закатить, закрутить. «Мужчину одного из тысяч я нашел, а женщину между семьями не нашел. Мне с других ресурсов письма пересылается, администрация наших ресурсов, и потому ответ дам не сразу. Выходите на мой мир, и тут в почту можете послать письмо. Вот моя почта. Вот тут и поговорим, а лучше по скайпу. Вот вставляйте, Игнатий, 10. Алексей Мишуров. Хочу задать вам вопрос. «Почему православные молятся Марии и святым за упокой? Почитают мощи?» Отвечают. «Потому что они православные, а не еретики». Вот. Задает вопрос один, чем отличается верующий от человека от неверующего. И по моему мнению, вера – это самовнушение, которое дает человеку какую-то непонятную уверенность в своих действиях. По типу, вот я продам наркотики или убью человека, помолюсь, и мне ничего не будет за это. То есть, моя душа будет чиста. Если вам несложно, могли бы вы дать несколько слов по этому поводу? Заранее благодарю. Отвечаю. Верующий от неверующих отличается очень. Неверующий – это скот, безумный тип. А верующий – это город на вершине горы, свет, мир и щадо Божье. Ну и далее привожу места Писания, которые доказывают именно так. Я был скот, как скот перед тобой, не разумел ничего, а теперь Господь мне это открыл. Вот это вот место, которое есть, сами прочитайте. Затормозите маленько, а дальше легко будет считаться. Ну и далее Псалтирь, первый Псалом, который говорит о человеке. Вячеслав Миренин, здравствуйте, Игнать. Очень сильно потрясли ваши видео. Спасибо вам огромное за эти моменты в жизни вашей общины. Сейчас я нахожусь в духовном кризисе. Если разрешите приехать на какое-то время, то хотелось бы приехать, потрудиться и побыть в общении с вами. Храни вас Господь. Отвечаю, приехать к нам нельзя, категорически запрещается. Александр Ледянинов, здравствуйте, Игнать Тихонович. Вы были в Щите, это я узнал из ролика на Ютубе. Ответьте, пожалуйста, где можно в Щите найти ваши книги? Может, в какой-нибудь библиотеке или еще где-нибудь? Спасибо. Отвечаю, книги есть на нашем сайте, вот здесь. В Центральной библиотеке Щиты есть все книги 38. Сергей Наталья, доброе время суток, Игнать Тихонович. Я только одного и желаю ищу, так это спасение души, и потому и интересуюсь. Те есть православная община, которая может принять к себе на постоянное жительство. О себе кратко. Сергей, 44 года, живу в Перме. Крещен в православной вере. Жена, дети в основном большие, уже самые младшие, что живет с нами 8. По профессии электросварщик, водитель, кузнец. Но, в принципе, работу разную могу выполнять. Жена, медсестра физиотерапии. Я отвечаю, выходите на меня через мой мир или через скайп. Мне из других ресурсов, письма, пересылается администрация наших ресурсов. И потому ответ дам не сразу. Выходите на мой мир, и тут в почту можете послать письмо. Вот тут и поговорим, а лучше по скайпу. Еще один зашел. Ясно, буду иметь в виду прохвакание. Когда мне что-то пишут, и такой звук издается. Я говорю, не надо этого. Ради Бога, записывайте, выставляйте. Что ж тут скрывать-то? Если это полезная информация. Я говорю, не против, что выставляется. Меня зовут Анатолий Фомин. Живу в городе Артема, Донецкой области, Донбасс. Желаю получить ответы на вопросы во свете Библии, а также позаимствовать ваш личный опыт в вопросах житейских, хоть и отчасти, касающихся православной веры. Ну, давайте я в три позвоню. Очень полезный видеоролик получился вот такой-то. «Спаси Христос вас, мои братья». Смотрел и не мог сам нарадоваться. Когда где вы были такими радостными? Все. Ваши лица прям все светились Господом, особенно вы, Игнатий Тихонович. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Владимир. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Мир вашему дому. В докладниках распространяю ваши ролики. Самые основные. Это что? Иконы? Это не идолы? Вне церкви нет спасения? Люди смотрят. 28 человек в день примерно. Спаси Христос. Дальше. Теперь полный титул Денисенко. По версии Раскольников имеет следующую форму. Святейший и Блаженнейший Филарет. Архиепископ и митрополит Киева. Матери городов русских. Галецкий. Патриарх всей Руси и Украины. Свято-Успенская Киева-Пещерская и Почаевская лавра священного архиемандрит. Ну, я не знаю, как это. Вот. Где фотосъемка запрещена? Как можно? Ну, я считаю, что тут, пожалуй, и хватит уже все на сегодня. Вчерашний день. Калину побрал, остатки добрал. Пол куста стояло, и никто не берет. Ну, залез на лестнице, шатался там один. Неудобно все-таки. Ну, вот наши ресурсы посмотреть. Вот это мой мир. Мой мир. Сейчас я с почты тут уйду. Ага. Игра престолов. Вот это Facebook. Туда не захожу даже. Ко мне тут они заходят. А я никого не трогаю. Вот. Теперь вот ленточный. Тут сегодня много заходило. Мне перекидывать. Я сам там не бываю. И поэтому ни деньги посылать нельзя мне на телефон. Нельзя. Десятину берут они за это. Писать на меня прям надо. В мой мир. Ну, вот показываю. Православный видеоканал. Какой он большой-большой. Вот сколько новых. мест. Ну, и наш сайт. Во свете Библии. А на этом все на сегодня. Яхаженно! КОНЕЦ! 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 Продолжение следует...